Всем привет, господа нажиманы, герой сегодняшнего обзора, скажем прямо, не до реплика складного легендарного тактического боевого ножа от компании Cold Steel Recon One в его самом классическом исполнении, в самой классической форме Clip Point. Почему не до реплика? Да, собственно, смотрите, сейчас сами все поймете. Итак, если говорить о форме, то вроде все похоже на оригинал и по размерам китайцы практически не промахнулись. Весит он всего на 4 грамма больше, чем оригинал. 154 грамма весит этот нож, 150 грамм весит оригинал. Как видите, размер и вес все очень-очень близко. Что бросается в глаза не сразу, а после некого пользования ножом, так это текстура G10. Здесь она не такая цепкая, вернее, скажем так, здесь она весьма цепкая, но она не такая агрессивная к рукам, как G10 на оригинале. То есть я ее назвал бы более лояльной. В этом нож от оригинала отличается. Так же, как и на оригинале, на рукояти есть темлячное отверстие и есть клипсы для ношения на кармане. И клипса, так же, как и на оригинале, очень жесткая, и я бы ее назвал никакой. То есть точно так же очень тяжело посадить на карман нож одной рукой, постоянно приходится пользоваться второй для помощи. И точно так же она крепко, намертво вцепляется в край кармана. Единственное, что, может быть, она его не так сильно будет раздирать, потому что раздирает на оригинале не столько клипса, сколько агрессивная G10, которая, как я сказал, хоть и с выраженной текстурой, здесь не такая агрессивная. Ко мне нож пришел, ну, вот так вот он ко мне пришел, господа ножеманы, со второй клипсы, причем вторая клипса, она другого цвета, но на эту же сторону. Я китайцу написал, скинул вот так вот фоточку ножа и написал, это раз говорю правильно, а он мне пишет, ну, как тебе, брат, нож? Я говорю, да нож-то вроде-то ничего, только че с клипсой-то, почему, разве вот это правильно, что она на одну и ту же сторону? Он говорит, да, брат, все так и должно быть, вторая клипса, те в подарок, клипсы другого цвета, а, к сожалению, вот на эту сторону клипсы к нам не завезли. Ну, вот как-то так, так это или нет, господа ножеманы, вы, пожалуйста, скажите, врет мне собака-китаец, или говорит правду. Кто покупал, конечно, завезли на другую сторону клипсы или нет. Но факт остается фактом. Я обладаю сейчас вот таким ножом с правильно расположенной, к слову сказать, клипсой. Мне нравится, когда клипсы именно на этой стороне, именно кончиком вверх, но, к сожалению, без возможности клипсу на другую сторону переставить для левши. А между тем, так же, как и на оригинале, для левши здесь можно переставить шпенек. Я, правда, не помню, как он переставляется на оригинале. Мне почему-то, я просто ни разу не переставлял, опять же, не испытывал потребности. Мне почему-то казалось, что шпенек должен выкручиваться из рукояти, прям вот по этой резьбе, и как бы вкручиваться, типа, с другой стороны, или просто туда-сюда подкручиваться. Возможно, я ошибаюсь, кто знает, скажите. На этом ноже шпенек выкручивается, как бы, вот из этой части, и потом все это дело переставляется и вкручиваются друг к другу. Сам клинок, друзья, ну, по форме тоже близок к оригиналу, по содержанию, тактикульчины, тактикульчины. 3,6 мм толщины, 0,6 мм начинается с введения и в 1 мм кончается. Как он при этом режет? Ну, сами понимаете, как все, что мягкое, безусловно, в это он впивается, благо заточка хорошая, и режет замечательно. Все, что надо раздвигать, в это пропихивается с трудом. Ну, например, тот же самый мой любимый линолевый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По заявлениям китайцев, вся эта легендарная, тактикульчина в их исполнении делается из стали D2. Здесь вообще промаркировано CTS XHP, в чем лично я бы сомневался. Не только с учетом стоимости ножа, были прецеденты, где ножи и подешевле таки были сделаны из D2, А с учетом отзывов на Алиэкспресс, там якобы народ пообщался, и продавец честно признался, что не то там 8 хром 13 мм, не то 9 хром 14 мм на Али. Но, несмотря на это, мощно, тактикульно, с запасом прочности, такой коврятино-пробивной кончик, но не так мощно, как могло бы быть. Не так, скажем, мощно, как у оригинала, все дело в замке. По внешнему виду это такой же, такой же, как бы, триадлок, но на самом деле таковым он не является. Если заглянуть внутрь, мы увидим, что это такая своеобразная китайская интерпретация, не то на тему бэклока, не то на тему триадлока. Вроде есть стоп-пин, вроде внизу коромысла есть место, запас для выработки, а тем не менее коромысла до стоп-пина не достает. И, по сути дела, ну, это вот какой-то модифицированный бэклок, потому что триадлоком этот замок не является. Но, несмотря на это, он так и функциональный. Нету, во всяком случае, никаких люфтов из коробочки, был небольшой вот такой вот горизонтальный. Я его сейчас убрал, пересмазал нож, вертикального люфта тоже нету. То есть, ну, в этом отношении смотрится все по-китайски, но тем не менее крепко. С механикой, с механикой у ножа полный порядок, ну, как бы с учетом того, что нож оснащен замком, который не предусматривает какого-то там пушка-флип открытия. И с учетом того, что нож сделан на двух шайбах. Шайбах бронзовых, шайбах тоненьких, тоненьких, тоненьких. То есть, в этом отношении китайцы все сделали довольно-таки неплохо. Очень сильно меня удивило, кстати, покрытие, на котором не осталось следов реза. Казалось бы, должно было, да, на одном из ножей сразу на черном покрытии абразивные частицы линолеума оставили. Матовые затертости здесь нет. Не знаю, имеет ли смысл говорить об эргономике этого ножа, потому что кто держал Врекон в руках, Лан, да, тут понимает, что это, в принципе, за нож. Потому что он заточен, по сути дела, вот под этот самый хват. Ну, либо вот под такой. Вот, пожалуй, и все. Вот такая вот оригинальная недореплика получилась у китайцев. В целом-то, в целом, да, учитывая, конечно, его стоимость, учитывая то, что они попали по формам, по размерам, как некий такой суррогат колд стила пойдет. Пойдет, но, в общем-то, это даже подделкой, да, любимым словом, правдолюбов, которые говорят, называйте все правдой, подделкой. Это даже подделкой-то не назовешь. Вот такие вот дела. На этом у меня с этим ножом все. Всем, как обычно, удачи. Оставайтесь на канале. Всем пока. Пока.